День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин и к нам присоединяются наши гости. Дело в том, что сегодня открывается фестиваль Summertime, приглашает Инесса Галланта. Это вот такой особый фестиваль после действительно ковидных ограничений. И открывается этот фестиваль замечательным дуэтом Игутасман и Джу. И сегодня как раз в нашей студии Алексей Игутасман и Хёнгей Джу. Здравствуйте. Привет. Очень приятно быть тут с вами. Все, мы записываем это как джинка. Теперь мы крутимся. Абсолютно, да. Это новая наша заставка таким глубоким голосом. Называть всего три цифры. Человек особого таланта. Они комплиментируют вашу глубокую голосу. Это моя радио голоса, только для радио Велкком. 93.9 FM. Добрый вечер. Вау. Вау. Это было очень круто. Потому что человек всю ночь репетировал, чтобы прийти к нам. Это дорогого ступа. Вы репетируете всю ночь, чтобы прийти к нам. Это правильно. Мы за это вечером придем на ваше выступление. Будем слушать и аплодировать. А скажите, действительно, ведь мы всегда воспринимаем классических музыкантов очень, ну, как люди в строгих костюмах. Обязательно такие, ну, должны быть, ну, я не знаю, стереотип скучные, унылые, которые занимаются... Ну, по меньшей мере, серьезные, ладно, унылые. Откуда вот это безумное веселье? Почему классическая музыка в вашем исполнении такая веселая? You know, Alexi, you can answer this one. I think I'll answer that one. Ну, в принципе, это так. Потому что мы тоже, когда мы учились, мы вместе учились в Минухинские школы. Очень тоже серьезные школы, в принципе. Очень серьезные. Да. Но мы все время считали, что музыка, самая музыка, даже классическая музыка, красивая, смешная, интересная. И все такое. Просто весь этот бизнес классической музыки такой серьезный. Мы никогда это не понимали. Мы считали, что, в принципе, даже классическая музыка бывает очень смешная и ироническая, и красивая. И из-за этого мы, в принципе, начали делать концерты, на которые мы хотели бы идти. И мы считали, что концерт нормальный классический, это типичный классический концерт. Атмосфера бывает немножко, как будто кто-то умер. Переходят все в черный, мы в сектор трагическое, все такое. А музыка прекрасная и интересная, и тоже не все время такая грустная. И из-за этого мы начали делать концерты, где можно и смеяться, и кричать. Ну, может быть, кричать меньше. Мы будем кричать. И тоже концерты, где есть классическая музыка. Конечно, мы играем классическую, серьезную музыку, но тоже разные стили музыки. У нас из-за этого тоже прекрасный гость есть. Адам Бен Эзра – это феноменальнейший басист, который не только играет на басу, но он танцует фламенко в это же время, как играть на басу. Он поет, он делает такие сумасшедшие и прекрасные вещи. И он тоже будет как фичат в нашем концерте. И тоже та музыка, которую мы играем, это не только 100% классический. Мы оба композиторы, мы оба очень много пишем музыки тоже. И наши композиции тоже будут там. Но наши композиции в стиле, в классическом стиле, тоже в стиле фанк, в стиле джаз. Значит, это концерт такой очень-очень специфический, но я думаю, что очень красивый. Учитывая ваше эксцентричное поведение и манеру исполнения, какую реакцию от публики вы ожидаете или, скорее, приветствуете, что вам нравится? Ну, нам нравится, когда публика кричит в позитивном. Не Бу, конечно. Он спросит, что мы любим реакцию с эксцентричным от публики. Вот такую реакцию нам очень нравится. Не, ну, смотрите, в наших концертах, в принципе, можно и посмеяться, и похлопать, и можно тоже, как-то еще, cry. И можно тоже плахать, потому что есть все время у нас моменты, которые красивые и эмоциональные. The thing is that our shows are actually about the music, and when you mix it with humor and theatricality and other types of humor and music, what happens when you start to play music without anything is that people start to listen. And they listen with an intention, which they would not have, probably, otherwise. And so that makes it very special. So we actually, I don't know if Alexis said this, but we're not comedians or clowns. We're actually first and foremost musicians. And we have fun with music, but we never make fun of music. We use the tools of humor and comedy in order to help people understand the music. Мы, в принципе, берем это юмор, чтобы люди понимали музыку лучше. Вот так, может быть. То есть определенное такое подвижничество, и вы как бы знакомите с классической, с так называемой классической музыкой публику, прививая любовь через это неожиданное преподнесение, да? Да. И тоже интересно в этот шоу сегодня, в принципе, этот шоу будет интересным, потому что не типическое шоу, это шоу или концерт сегодняшний, мы начинаем с бисом. То есть мы начинаем концерт с тем, что мы приходим на концерт и говорим, спасибо большое вам, спасибо, вы были прекрасной публикой, до свидания, we love you, bye-bye. Мы так начинаем, потом, и мы уходим, и мы ждем, что тогда будет, а публика понимает или не понимает, тогда мы еще раз приходим, говорим, спасибо большое, bye-bye, thank you very much, everybody. Peace, peace, on call, on call. И тогда мы приходим и говорим, окей, we will play you one last piece. И вот так начинается концерт. И каждый номер мы выходим и говорим, что вот это сейчас будет самый-самый последний номер. Знаете, наверное, маленькие дети, которые ходят в первые классы музыкальной школы, наверное, счастливы подобным очень-очень коротким концертом классической музыки. Которые не готовы к полуторачасовым, двумчасовым мучениям, вот этим вот, то, что вы говорите, все сидят как на трауре, как на тризне. Потом прийти домой и сказать, родители, они выступали, всего одну вещь сыграли, классные ребята, я обожаю музыку. Одну вещь, а потом еще одну вещь, а потом еще одну вещь. Да, но потом как-то они вот что-то как-то втянулись, а потом увлеклись. Самое начало мне больше всего понравилось. The other thing about today's show is that it is in many, many languages, because we love, we've been very lucky to tour many parts of the world. And although our show is not dependent on language, we always tried to speak, like when we performed in Russia, although I don't speak any Russian, I learned Russian just to communicate with the audience. And we even performed in Korea, where Alexei doesn't speak any Korean, but he also learned some Korean. So in Spain we perform in Spanish, Italy, Italian, etc., etc. And then when we wrote this show that we're doing tonight in Yuramala, Play It Again, we thought, oh God, what are we going to do about language? Because every time we have to change and translate, and if we improve or make a correction, so we said, you know what, let's do it in all languages. So today we will speak in English, in Hungarian, Hebrew, French, German, Spanish, Spanish, even Klingon. Yeah. So we've heard Klingon is a language of aliens, because we heard there is a very large extraterrestrial community here in Latvia. In Yuramala particularly. In Yuramala particularly, yes. A lot of aliens. So, in principle, show is already started. What about the repertoire, which we're hearing today, кроме Klingon's language? In principle, repertoire is very diverse. 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 It will, например, Ennio Morricone, прекрасный композитор в фильм-музыке. Будет... Piazzolo. Piazzolo. No, Piazzolo в миксе с Bach. Будет Charlie Chaplin's smile в миксе с Mahler. Gloria Gaynor. И будет Gloria Gaynor «I will survive» в еврейский. Главное, неподготовленному слушателю, главное, survive после вашего шоу. Да, но тоже будет, так же, как я сказал, композиции, которые наши произведения, и все вещи, которые, в принципе, наши, тоже наши аранжменты. И мы, потому что для нас, в принципе, креативное, самое важное, и мы пишем много музыки, много музыки тоже публицируем на Universal Edition, где можно покупать наши ноты. И многие молодые люди тоже играют наши пьесы, которые нам очень нравятся тоже. А в чем секрет того, что вы так долго вместе? What is the secret of your song so long together working, working together? We cook for each other. Ну, что секрет. Ну, мы начали как друзья. Мы встретились в менюинском школе, как он сказал. И мы всегда были те же интересы в том, чтобы сделать классическое музыку и концерты более relevant для этого года. И, ну, да, мы, you know, мы делаем, мы делаем, мы делаем, мы делаем, но мы работаем через них. It's like a marriage, actually. He is my wife or she is my wife? Are you a... They, they, they is my wife. Да, будем современными, не бинарными. Ну, раз уж начали с шутки, что готовите друг друга, тогда про кулинарные предпочтения. Если вы такие эксцентрики на сцене и в музыке, что тогда по еде? Ну, по еде мы тоже очень любим разные вещи. Например, мы как раз были в Сан-Себастьяне. То есть мы играли... Кулинарная столица вообще в принципе. Да, правильно. На квадратный километр большее количество мишленовских ресторанов. Yes, that's right. Да, правильно. Мы играли в Биорице, который где-то 45 минут оттуда. Но мы сказали, мы будем жить в Сан-Себастьяне из-за профессиональных кулинарных reasons. И мы, по правде, три дня кушали, не знаю, по пять раз в день, я думаю, или шесть раз в день. Well, after this interview, you are going to have some coffee here, a special coffee. Нет, мы всё время ищем в каждом месте самые интересные кулинарные вещи, которые для нас очень важны. Например, у меня есть тоже композиция, которая есть, инспирация от кулинарных вещей. Например, есть... Rossini. Например, у меня есть песок, который называется Gorgonzola Fantasy, и вот такие вещи. Да, мы очень любим покушать. А вот путешествовать по миру, постоянно быть на чемоданах, это проклятие музыканта или, наоборот, возможности увидеть мир? Ну, это всё... Для человека всё может быть плохо или хорошо. Если я... Люди спрашивают много раз... People ask us, wow, it must be so hard to travel so much. Люди меня спрашивают, почему, как трудно так много ехать. А я говорю, it must be so hard to be in the same place all the time. Я тоже считаю, быть в одном месте и делать одну и ту же вещь тоже очень трудно. В принципе, и смотря какой тип человек ты, и как много ты едешь. We travel a lot, да, но у нас тоже есть баланс, потому что мы тоже... Иногда мы же новую музыку пишем, we are working on new music all the time. Мы пишем новые shows. Например, для следующего года мы делаем шоу с оркестром, и тоже мы две про Рахманинова, которая будет большая, 150 лет anniversary. И я много фильм-музыку тоже пишу, музыку для фильмов, всё такое. И тогда бывают фазы, где мы несколько недель по правде дома. Значит, у нас есть хороший баланс, в принципе. А публика, она похожа или нет? То есть классическую музыку воспринимают одинаково по всему миру, или есть отличия? Но публика, я думаю, это все равно, но разнообразно. Но разнообразно. Мы имеем дети, мы имеем... Нет, нет, но я имею в виду в другом мире. А-а-а-а. Я имею в виду, это все равно, но разнообразно. Юмор есть, конечно, который немножко специфический. Например, в Японии, Китай, Корея понимают меньше иронию, или сарказм. Там, в принципе, и сарказм нет. Если ты скажешь, что, ну, о, прекрасно ты сделал, молодец. Вот так, сарказм. Они подумают, ну, он сказал, что молодец. Из-за этого, например, такие шутки труднее. Но шутки, которые мы делаем с музыкой, это такой тип юмора, я думаю, всюду понимают. А насколько вот действительно люди разные, вот вы упомянули о том, что разного возраста. Вот дети, насколько дети вот вовлекаются, вот реагируют, насколько вот с возрастом. Да, мы имеем в виду много детей. Как много детей, например, для наших шуток? Я знаю, мы должны спросить. Нет, мы имеем в виду много детей, детей, родители, родители, я имею в виду, очень много. И для нас интересно, по правде у нас бывает, в концертах у нас были, например, где пришла бабушка, дедушка и матрешка. Матрешка и мама, и тогда, и тоже внук, и все, ну, три или четыре генерации. И всем нравится, sometimes for different reasons. Потому что если, например, человек знает классическую музыку, понимает по-классическому все такое, тогда найдет очень много секретов тоже в наших шоу. А если ничего не знает, или маленький ребенок, они смеются из-за других вещей просто. Значит, в принципе, у нас еще что-то есть для всех. То есть получается, что для детей, может быть, это способ приобщить их к классической музыке? Ну, точно, точно. То есть это не будет такой концерт, где нужно обязательно сидеть, что-то там, не шевелись? Не-не-не, можно смеяться, можно шевелиться, но есть моменты, где просто слушаешь и наслаждайся. А есть ли вот такая специализация у музыкантов? То есть когда человек играет баха, то есть вот не трогай романтиков. Ну, то есть вот ты специализируешься в одном направлении, или можно играть... Я понимаю, что у вас такая всеядная музыка, очень разная. Вот как относятся к... Ну, в принципе, мы считаем, что все могут играть все типы музыки, если хотят. Но everybody can play any types of music. I mean, everyone doesn't have to be specified. Тоже, в принципе, из-за этого мы играем тоже музыку, поп-музыка, джаз, фанк и разные стили музыки тоже. Потому что, например, я написал очень много дуэтов для двух скрипок в разных стилях. Потому что каждый раз, когда я еду в какую-то страну, я хочу учить этот стиль и учить, как они играют звук, там, ритм, грув. И мы очень любим, в принципе, тоже это брать в нашу музыку, как и Гудасман и Джу. Но это тоже не каждый должен это делать. Потому что есть тоже прекрасные музыканты, которые только играют барочную музыку. Но для нас мы очень любим вот это diversity. Ну, это же, по большому счету, каждому свое. Кому-то искренне нравится всю жизнь играть одно и то же. Правильно. Вам нравится экспериментировать абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Что касается множества путешествий, множества мест выступлений, наверняка же все равно есть самые близкие к сердцу, куда хочется возвращаться и возвращаться. Вот у вас это что? А возвращаться? Where do we love returning to? Ну, конечно, в Латвию. Понятно? Которая, конечно же, вас вдохновляет с каждым разом на новые и новые сочинения. Спасибо большое. А также латвийская кухня досконально вам знакомая. Конечно. Мы играли в одном из наших первых концертов здесь. Я имею в виду, в первые годы, когда мы работали с Гидон Кремер и Кремер Аттабалтика. Мы играли здесь, в Юрмала. Да. В одном из наших первых проектах, который мы делали с оркестра. Да, да. Мы были в Латвии несколько раз, мы играли с оркестра. Не, ну, для нас, в принципе, очень даже трудно сказать, куда мы хотим обратно приехать. Потому что каждый раз, когда приезжаешь в место обратно, и, например, так тёпло, как тут, нас, вы и весь фестиваль нас welcoming, это очень, тогда хочется, конечно, приехать обратно. Ну, я просто для наших слушателей хочу сказать, что Джу заметил, что впервые с Гидоном вы играли. То есть это не шутка, это вот здесь действительно серьёзно, что Латвия – это одна из таких вот интересных точек на карте, связанных с вашей историей. А вот самим, насколько самим музыку писать легко или сложно, вот по сравнению, когда ты играешь, исполняешь музыку, там, великих признанных мастеров, вот нет ли этого какого-то чувства, боже мой, вот где они, где я или это… В принципе, нет, потому что когда… Одна из самых важных вещей для человека и для креативности – это перестать сам себе говорить, если ты хороший или плохой, stop judging yourself, потому что это и так и так сделает, другие критики придут и будут говорить, что это лучше, это хуже, а сам, просто как человек, нужно просто делать, и это тоже мы делаем. I'm just saying, because he's saying, how difficult is it to compose if there's so many greats. I said, well, one of the most important things for us as humans is to stop judging ourselves and just to do. И, в принципе, то, что мы делаем, мы просто… Потому что мы любим больше всего делать вещи, которые креативны. Идеи. Мы тоже чувствуем, что это как человек. Это наша самая большая сила – креативность. И, например, если я пишу пьесы, я не думаю, о, ну этот, может быть, Бетховен лучше бы написал. Ну, может быть, но он умер, а я ещё жив. Из этого я её пишу. И есть пьесы, например, для скрипки, сольные пьесы для скрипки, как Funk the String или Apple Mania, которые я смотрю иногда на YouTube, и почти каждый день другой молодой скрипач, или даже не молодой, но другие скрипачи, новые скрипачи играют, и играют по-другому, и всё такое. И, конечно, для меня, как композитор, это очень-очень special, очень-очень интересно посмотреть, как люди интерпретируют мою музыку. И много раз тоже играют пьесы, которые не особенно… Что я считаю, что мои лучшие пьесы. Но это всё время так было, в принципе. Например, в Равеле тоже, он же больше всего не любил своё болеро. Но эта пьеса, конечно, больше всех играют. И, в принципе, у меня тоже… I think maybe Funk the String is my болеро. Это пьеса. Ну, в принципе, эту пьесу я тоже даже буду на шоу играть сегодня. Значит, я, в принципе, сам виноват. Я знаю, что вы сотрудничаете с огромным количеством известных людей. Вот, в частности, с Джоном Малковичем. Вот насколько… Вот, ну, в чём… Почему вот это вот сотрудничество появляется? Вот как эти люди появляются в вашей жизни? В принципе, много раз даже это они просили с нами что-то делать. Не так, что мы говорили, ой, я хочу с тобой что-то сделать. Но они говорят, ой, сделаем что-то интересное. Например, Гидон Кремер к нам подходил и сказал, ой, я хотел бы с вами что-то делать. И многие другие тоже. И по-разному. Например, с Джоном Малковичем мы встретились на одном фестивале, и мы… Так нам понравилось разговаривать, всё такое, что мы подумали, сделаем что-то вместе. И это мой проект называется The Music Critic, который мы сейчас много делаем в разных странах. Может быть, в Латвию тоже приедем с удовольствием. И так получается, в принципе. Но для нас тоже в итоге кто-то знаменитый, кто-то меньше знаменитый. Это интереснее, где контакт есть, где интересно вместе что-то сделать. Только потому что кто-то знаменитый, это же не значит, что это будет хорошо, если вместе что-то сделать. Насколько… Ну вот, наверное, уже нам нужно будет заканчивать. Но вот фестиваль Summer Time, он же действительно, он даёт возможность проявить себя молодым. Вот как вы тоже относитесь к этой проблеме молодого поколения? Насколько молодёжь интересуется классической музыкой? Насколько новое поколение музыкантов, талантливо, так же горит исполнять классическую музыку? Ну, конечно, сейчас очень трудное время. Это очень трудное время, конечно, для музыки и для музыкантов. Это трудное время, потому что многие сейчас увидели, что музыка, может быть, для многих людей не так важна. Многие люди maybe have realized that music is maybe not that important for so many people. Когда во время короны, где вдруг почти всё возможно было делать, только на концерты нельзя было идти. Но я считаю, что и мы считаем, что для человека это очень-очень важная вещь. Может быть, and for human beings it's a very-very important thing. Но, конечно, для музыки нужно гореть. Если ты делаешь музыку, if you're being a musician, you have to burn for it. И это мы считаем. И мы горим для музыки. Я считаю, что люди не понимают, как важна музыка. Я не говорю это, потому что я не музыка. Я считаю, что это как вода и воздух. Мы просто берем это за счет, потому что большинство людей очень счастливы. Если мы не имеем воздух, мы умеем. Но в большинстве мира, мы имеем доступ к воде. Поэтому это просто вода. Но, если есть удача, или удача, или удача, или удача, там всегда есть музыка. Представляете, что в фильме, или какой-то фильм, без музыки. Но если ты идешь в твою машину, ты включаешь музыку. Музыка для человека, я считаю, это такая важная вещь для чувства. Чувства, чтобы быть человеком. Из-за этого, я думаю, что молодые люди в эти дни, в принципе, тоже должны это понимать. И из-за этого мы действительно хотим поддержать молодых людей, чтобы остаться с музыкой. Не отчасти, просто потому что мы испытываем тяжелые времена. Потому что то, что это тебе дает, как музыкант, и как человек, когда ты играешь музыку, это просто невозможно сравнить ни с чем. И у нас будет возможность все-таки сравнить, прочувствовать это сегодня. И да, погреться у этого огня горящих двух музыкантов на открытии фестиваля The Best of Summertime. Приглашает Инна Сагаланта. Сегодня в 8 часов вечера в концертном зале Дзинтери. Дуэт и Гудесман, и Чу выступят. А мы будем, конечно же, тоже гореть и аплодировать. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.